Некоторые говорят, насилуют женщин, девушек. Ребята сказали, через наш труп только вы войдете. Мы тоже умрем, они тоже, кто-нибудь, они тоже умрем. Топором, вылой, ножом. Чем можешь? Последний день ненавидим слово террорист. Первый день, без исходности, не знаем, что делать. В это время женщины собрались, говорят, давай, что мы стоим? Давайте с мужчинами вместе выломить топором, что у нас есть. Оружие разлом не дают, давайте вместе с мужчинами мы тоже пойдем. Если попадают, готовили мы. Мы тоже, если они что-нибудь нам сделают, мы тоже умрем. Они тоже, кто-нибудь, они тоже умрем. С самого начала был такой моральный, пусть сплетний разговор, всех молодых девушек, эти, как его, негриков насилуют женщин, девушек. Они от исполка, со страху убежали боссы. Танду они захватили, а дальше они двигались в андийскую зону. В андийскую зону андийские ребята сказали, «Через наш труп только вы войдете». У нас какая-то уверенность была, что мы победим и нас поддержат и защитят. Я, правда, детям сказала, не надо приезжать, ни в коем случае. Тут же приехал сын тот же день, с работы сказали, уберем, сказал, уйду с работы, но я пойду в район. Окопы копал, я окопах охранял границы, чтобы от них не зашли. Значит, здесь всех машин... Дача вам такая, чтобы завтра к вечеру все села были в руках. Кожаев! Ничего вам! Дай Бог! Не дай Бог, а сделаем это! В основном, кто приехали, военные, ОМОН, спецназ были размещены в этом зале. Потому что тут недалеко, поблизости, около аэропорта уже на подходе были террористы. Собралось у нас человек 8-12 для организации питания. Специально у нас была группа, которая готовит, группа посуду моет, группа, которые кормили, группа, которые... Все по группам. И все знали, во сколько прийти, что делать, когда идти. Мы собрали по ботлиху все, которые на молитвах бывают кастрюли. И в них готовили, на улице дровами топили, супы, и все там готовили. В основном среднем около 3000 человек мы кормили. День три раза. Больши варили, там яички варили, сыр эти, каркабель-тепхолуков. Чуду с творогом делали, хинкал готовили, пирожки с картошкой. Чем эти люди помогали с этим продуктом? С этим мы организовали кучу. Обед, ужин, завтрак. Ахватского, Ахватского района, по полбаллона сверху, которые поели соленья, компоты, варенья, даже это посылали старые женщины от себя. Вот такие детские столы мы выносили, там было сверху, навес был под нее, чтобы посадить. Всех выносили, это и маленькие стульчики на это кормили. Скамейки, скамейки туда эти сделали, скамейки на стульчик. Вот. А посуда была, конечно, для детей неглубокая. Но мы чувствовали, ребята молодые, и говорим им, не стесняйтесь, вы стучите ложкой по тарелке. Это знак, значит, дополнительно дать. Мы, женщины, с ковшем, одна с этим, кастрюля, другая так проходила мимо, и дополнительно наливали им борщ. Мне приходилось очень много тяжести таскать. Я эти тяжести не чувствовала тогда, но потом со временем оперирую, я стала инвалидом второй группы. Ничего, это я, на это тоже я никакого внимания не обратила, но зато мы выгнали их. Как она там болит? Видели мы? Не видели, не надо. Первый призыв, к нам попали они. Любимчики, мы всех любили одинаково. Они такие вежливые, такие, мы чувствовали, я лично чувствовала в них сына своего. Мы знали, кого убили, кого нет, когда их редели, ряды. Кучат, когда они приходят, знали мы. Наши женщины, мы все собирали с кладовой и плакали, чтобы нас никто не заметил. Этим успокаивали себя и выходили. Хорошо, если захочешь, попустишь вода и все. Если сейчас укольчик сделает, будет легче, все будет хорошо, не переживай. Все, выходи. Потом на лестницу поднимите. Тяжело, головой не шли. Конечно, трудно было, тяжело было. Но знаете, вот это какой-то мере черствость и эта злость, ненависть этим врагам. Как-то нас еще больше спровоцировали идти на любой подвиг, только лишь, чтобы их не допустить, наши цели. Мы слово террорист, по сей день ненавидим слово террорист. Очень много ребят погиб. Мне там даже плохо стало, больше меня не пустили. Кусочки из-под бомбежки в больницу привезли. Были, были очень много солдат. Их тоже молодых ребят убило. Там были потери, и наши были потери. В больницу ребята, троих, всю семью, убило. Один выжил, двоих похоронила, мать. Но, по-сей день, такая легендарная мать. Эта женщина по сей день не сняла траур с 99-го года. Эта женщина по сей день не сняла. Итак, мы говорим, что дети погибли. М vide enough, когда вы переследили creature, и привезли к нему, он должен крутить его. На открытии приехали. Говорили спасибо вам, что вы и нас помните, и наши дети помните. И очень радовались. Мы заранее, за несколько месяцев их приглашали, условия создавали, встречать ездили в Махачкалу, в аэропорт. Всегда для них наши двери открыты. Я говорю большое спасибо, что не забываете. Я уже третий раз сюда приезжаю. На 10 лет приезжала, на 15, и вот уже теперь 20 лет. Мне позвонили, я хоть и здоровья не очень, но все равно приехала. Никогда не могла бы простить, и нет им прощения. Вот так спокойно живущих людей тревожить, беспокоить, нападать, бросить в село, дом, убежать, заставить. Это прощение. Какое прощение может быть? Свои же себя убивают. Наши же убивают. Это что, в какие рамки ходят? Никакой рамки-то не ходят. Никакого прощения им нет и не будет. А вот шапки у Хаттаба. Не его. Шамиль. Где за Шамиль? Ширироги. Свои же отношения к этим людям? Ну, какое есть? Есть закон, по закону будем карать. Все-таки родители до конца не воспитали. До конца, видимо, не донесли до его маразума, что так нельзя. Или у них устои такие на уговоры отдаются, я не знаю. Или не знаю. Не знаю. В первую очередь, конечно, безработица. В Ботлихе завод у нас был. Плещако, который открыл. Секретный завод был. У нас полторы-две тысячи человек работал. Зарплата была там 500-600 рублей. 500-600 рублей зарплата. Врач тогда получал 85. Партийные работники получали 115-120. Они получали 500 рублей. Правда, работа тоже была на Кузне. Эти люди разбогатели и жили хорошо. Раз, закрыли завод. Площадья пустые. Они, конечно, в надежде были, что нас напугают. Но мы не испугались. Сила народа, как говорится, сильнее оружие. Нам, если скажут, что в Ботлих приехали, мы встретили бы их, как полагается. Топором, вылой, ножом. Чем можешь? Чем можешь? Мы были уверены, что нас поддержат, защитят. Потому что и вертолеты летали, и военные приезжали, и оплачения приезжали со всех районов. Так что мы были уверены, что мы победим. Ботлихский район Гарь на щеке черна Это моя земля И это на ней война Любим встречать гостей Ботлихский мой район Но тот, кого я не звал Пусть он уходит вон Редактор субтитров А.Семкин